Вот прям на правах рекламы. Совершенно очаровательное место. Называется Студинац. Студинац или Студейнац, да? Студинац. Студинац. Это Босния. Городок. Забыл уже как. О, ну как этот городок называется? Требини. Требини, да. Вот мы выперлись утром, прям на рассвете. Вот это вот очаровательное здание находится, прям построено прямо на месте силы. Прямо вот на роднике. Вот тут вот внизу родник. Вот здесь вот идет родник. Вот где-то вот под этим местом прям. Потому что вот здесь вот стоит мощнейший поток. Вот здесь рыбки, которые можно просто скушать потом. Тут маленький, там больше, больше, больше. Просто прекрасное место. И оно чем хорошо? В том, что здесь потрясающая энергия. Поскольку вот это место стоит на тех местах, которые любят присваивать себя, например, РПЦ у нас в России. У нас бы уже была какая-нибудь часовенька, какая-нибудь сказка про какого-нибудь святого, который там когда-то пришел на это место, ударился головой, ударил посохом. К нему прибежал медведь, его съел или он съел медведя. По ситуации нужно ее вписать. Потрясающий вид. Потрясающий просто. Там, где выходит большое количество воды, родник, там всегда структурированная вода соприкасается с воздухом. И просто мощный выход силы. Прямо над родником обычно. А здесь, над этим местом, построили замечательный отель, в котором я за 4 часа выспался, чего мало когда было в моей жизни. И просто я наполнил сейчас энергией, хочу поделиться этим небольшим открытием, просто на правах рекламы. Здесь вот такое вот озеро с уточками. Горная речушка просто великолепная. Всем рекомендую, просто за несчастную 30 долларов где-то. То есть это меньше 2000 рублей на россиянские деньги. Здесь вот потрясающий закат. Вот за этими горами. Тут отличный спа бесплатно. Две сауны. Джакузи, бассейн. И еще много чего хорошего. Все это бесплатно. Вкуснейшим завтраком. Но я не об этом. Я о том, что в этом месте можно просто великолепно выспаться. Вот мы были вон там, на третьем этаже. Просто прямо над местом силы. И потрясающие ощущения. Без всякой мистики, без всякой религиозной хрени, которую любят приписывать себе разные, различные религиозные организации, которые раньше, ранее построенные допотопные сооружения, присваивают себе. Потому что то, что люди чувствуют на этих сооружениях, как правило, это воздействие места силы. Как правило, это воздействие тех энергий, свободных энергий, допотопных целительных, которые были там в момент постройки, до вторжения. Никакой мистики в этом нет. Вообще, бородатые дядьки всех мастей, они любят себе приписывать все свободно. В частности, старые добрые техники. Поделиться, рассказать кому-то. Они называют это исповедью. Какое-то совместное действие объединения энергии они тоже приписывают себе. Хотя это все работает независимо от того, крестик полумесяц или еще что-то находится на купольнике. К чему я все это говорю? Не нужно поддаваться на эти, скажем, мягко хитрости. Все, что приписывают себе бородатые дядьки, работает и без этого. Это наша воля, наша энергетика, наше сознание. И в первую очередь, я бы не рекомендовал захламлять места силы, в частности, родники. Берегите родники. Не нужно поддаваться на эти уловки. Не нужно засорять эти родники, которые у нас, в России, очень любят это делать. Разные бородатые существа в рясах. Людей их назвать сложно. Они наверняка сами искренне верят, потому что обмануты и обманывают других. Не нужно позволять кому-то это делать. На мой взгляд, пора освобождаться. Вкратце все. Добра, реклама студениц, студенаций закончена. Еще раз обзор. Потрясающее место. Просто великолепное место. Всем рекомендую. Это к вопросу о том, как загнивает Европа без россиянского газа. Просто загнивает.